Кубка Сибири Вы у нас впервые, поэтому давайте так краткой строкой с нашими телезрителями немножко познакомимся. Ваня, к тебе, я думаю, будет первый вопрос. Когда темп только что появился на футбольной карте России, тебя пригласили на роль главного тренера, как ты на это отреагировал? Долго ли думал и сразу же ли согласился? Ну, согласился сразу, думал недолго. Я уже начинал, как взрослый тренер, тренировать команду Лиги Бро. Два года оттренировал и мне предложили возглавить футбольный клуб «Темп». Бродников Сан Саныч, Олег Кивушкин подошел, спросил, недолго думая, сказал, конечно, я готов. Так как я изначально в будущем планирую заниматься взрослым футболом, для меня это было дальнейшим этапом в моем развитии. Я принял это предложение сразу же. Чем еще тебя привлекло данный проект как «Темп»? Что еще было? Ну, данный проект меня привлек тем, что это на основе спортивного комплекса «Темп», где я работал до этого в спортивной школе «Дюж» с детьми. И за то время, которое я отработал, меня все устраивает именно по организации, по отношению к детям, к тренерам, ко всему вообще. К уборщицам, к администраторам. То есть сплоченный коллектив, и все развивается, как и сейчас в возрослой команде, так и в детской школе «Дюж». Поэтому здесь не было других каких-то решений. Мне очень нравится здесь работать в спортивном клубе «Темп», «Дюж-Темп», «ФК-Темп». То есть это единомышленники, группа единомышленников, которые развивают футбол в городе Барнауле. Магдан, ты у нас в футбольный клуб «Темп» попал не так давно, еще в начале сезона. Ну, образно, скажем так. Со стороны игрока скажи, как вышли на тебя, как шли переговоры, и почему ты согласился играть вновь на таком большом уровне? Иван Евгеньевич позвонил, предложил, рассказал о проекте. Очень амбициозный, сразу захотелось, без раздумий. Я ответил, что да, я готов играть. Насколько тяжело, я знаю, что у тебя семья, жена, маленький ребенок, ты еще работаешь тренером, и вот теперь, ну, уже можешь сказать, что профессиональная такая карьера. Насколько это все сложно совмещать? Ну, конечно, это нелегко, но при желании, при помощи семьи, при поддержке одноклубников, команды, то есть можно решить любой вопрос и попадать на игры, на тренировки. Ваня, расскажи, каким образом выбирались игроки, то есть по каким качествам ты собирал состав? Ну, первое качество – это футбольное, без него нельзя приглашать в команду игрока. То есть практически всех игроков в городе Барнауле я знаю тот или иной уровень каждого игрока. Поэтому у нас были сборы, было больше 30 человек прошло за этот год. И как бы на сборах все было видно, поэтому приглашение было, но сборы, они для того и нужны, чтобы увидеть игрока лично, посмотреть в тренировочном процессе его, посмотреть, как он себя проявляет. Поэтому пригласил на сборы тех людей, которые на данный момент я хотел бы видеть в команде, но попали туда те игроки, которые проявили себя на сборах. Ну и плюс второе качество – это именно человеческое качество, которые люди разные бывают, у каждого футболиста свой характер. Но я именно подбирал игроков по критериям тем, что я хотел создать именно коллектив, не просто игроков, которые лучшие в своем деле, а именно, может быть, даже игрок немножко ниже уровень, но он создает атмосферу в команде. И на это тоже я смотрел. Поэтому это создавалось по этим двум факторам. Капитан команды стал Богдан. Почему ему выпала такая честь? Ну, Богдана я знаю давно. Когда я еще играл профессионально в футболе в «Динамо», он пришел как молодой игрок, лимитчик, и с ним я играл несколько игр в «Динамо». То есть у него есть опыт выступления в профессиональном футболе, то есть бойцовские качества, то есть все, что нужно человеку, чтобы стать капитаном, я не говорю, что другие не могли бы стать, но это мой выбор. И спустя по прошествии года я понял, что это был правильный выбор. Магдан, тяжело быть капитаном? Насколько это будет тяжело? Или все же быть просто игроком? Нет, быть капитаном я не думаю, что это так трудно, но это большая ответственность перед болельщиками, перед тренерами, перед партнерами. Ну, в нашей команде, я считаю, что есть много лидеров, и они готовы взять на себя роль капитана. Это Андрей Марков, Никита Ворон, Антон Трубин. То есть почти каждый игрок готов к этой роли. А вспомнишь какую-нибудь свою речь, как ты мотивируешь игроков, когда, наверное, вы стоите в круг? Может быть, часть хотя бы, понятно, что там все, нам нельзя слышать? Ну, дословно, конечно, я не вспомню, но перед каждой игрой, в раздевалке, в кругу, каждый игрок высказывается. Конечно, капитан начинает, старается мотивировать игроков, подбодрить, если кому-то это нужно, кого-то, наоборот, немножко остудить. Бывают и такие моменты. Кого остужал последнего? Пусть останется секретом. Поэтому еще раз говорю, ничего сверхъестественного в кругу, такого, конечно же, нет. У нас слова поддержки, настроя, мотивации на игру. Давайте вернемся на воскресный день, финал Кубка Сибири, темп против Байкала, тяжелый матч, 2-1, победа в то время. Ваня, уже эмоции подутихли, уже, так можно сказать, на холодную голову немножко подумать. Вот сейчас комментарий о этой игре какой? Ну, комментарий какой? Это финал. Финал, и по-другому не скажешь. Было видно, что команда Байкал приехала на финал, от нее никто ничего не ждал. Поэтому, проиграв этот матч, они ничего бы не потеряли. Они бы только выигрыши остались, если бы выиграли. У нас, от нас ожидали многое. Приехали болельщики на трибуны. Это наша основная задача была на сезон, выиграть Кубок. Поэтому первый тайм получился немного скомканным. Много не получалось. Было много борьбы, верховых единоборств, много длинных передач, необоснованных ошибок. Но это допустимо, потому что игроки вышли с большой ответственностью на поле и понимали, что этот матч решающий. Как сказал в интервью Антон Трубин после матча, если это была бы игра в чемпионате, то игра была совсем по-другому. Но в принципе со второго тайма игроки немножко поутихли и начали играть в свой футбол. Больше показывать каких-то комбинаций, которые мы проводили на тренировке. Чуть поспокойнее принимать мяч, делать передачи, меньше ошибаться. Поэтому инициативу мы взяли под контроль во втором матче, во втором тайме. Но, к сожалению, не довели до гола. И как часто бывает в таких матчах, это пропустили быструю контратаку и пропустили гол. Но, не знаю, я с бровки верил до конца в победу. Мы усилили немного игру с заменами. И, в принципе, немножко повезло в моменте. Игрок сыграл рукой. Но я еще раз говорю, что везет сильнейшим. И, я думаю, нам заслуженно в этом моменте немножко повезло. И, в принципе, мы отыгрались и показали в дополнительное время, кто сильнее был на поле. То есть, подавляющее преимущество было в 30 минут дополнительного времени. И мы забили один гол, могли забить еще 2-3 гола. Да, там привезли один штрафной, который глупый, перед своими воротами, который Антон Трубин вытащил. Но, в принципе, больше ничего не было. Поэтому эмоции, эмоции. Я говорил ребятам перед игрой, вы боретесь не только за кубок, а за эмоции, которые вы получите после него. То есть, в жизни не так много моментов, когда человек испытывает такие эмоции, когда мурашки идут по коже. Поэтому ради этого стоит играть в футбол, ради этого стоит работать и такие матчи проводить. Богдан, наши телезрители много любят и смотрят. Спорт много есть, такие, кто не сильно к нему близок. Расскажи, почему в чемпионате вы Байкал выигрывали 5-1-3-1, а в финале получился противоположный вообще матч? Иван Евгеньевич уже сказал, что уровень ответственности это финал. Никто не хочет проигрывать. Очень большая вероятность ошибки, которая может стоить кубка. В чемпионате более раскрепощенно играли. То есть, и при домашних трибунах, конечно, было намного проще играть. Болельщики нас гнали вперед. Основное, я считаю, что это да, это ответственность. Ответственность. Вань, знаю, что на футбольной карте России есть еще один клуб, недавно появившийся в этом сезоне, клуб «Красава» под руководством Евгения Савина. Скажи, многие сравнивают темп и «Красава», что одна тематика, одно направление. Так ли это? И согласен ли ты с этими сравнениями? Ну, я, да, я слежу за этим клубом. Я подписан в Инстаграме, смотрю новости, смотрю матчи. Ну, скажу одно, да, есть схожие моменты, что они также работают в медиапространстве много. Я считаю, на данный момент это должно быть в каждом клубе. Я не знаю, почему это не делают клубы, но сейчас такой век, что все в медиапространстве это интернет, Инстаграм, ТикТоки. Ну, без этого сейчас невозможно. Невозможно прогрессировать. Невозможно, чтобы люди узнали о тебе. Поэтому, да, есть схожие моменты, которые между нашими клубами. Еще есть схожий момент, что они очень много работают с болельщиками, как и мы. Поэтому у них немножко, да, другая ситуация. У них Евгений Саин есть, у которого, да, миллионы подписчиков, им легче развиться в этом направлении. Но схожесть есть, да, и во многом. И с удовольствием было бы интересно, да, с ними сыграть какой-то товарищеский матч. Я думаю, и для них это будет интересно, и тем более для нас. нескольких игроков я знаю, с несколькими играл, которые там присутствуют. Поэтому было бы классно, да, сыграть, и я думаю, для футбольного клуба темп это было бы здорово. Поэтому им желаю удачи, они борются, да, сейчас за первые места с первого раза, как зашли во вторую лигу. Ну, желаю им удачи, и слежу за них, и болею. В следующем сезоне темп будет выступать в Кубке России. Ваня, что ждешь от этого отрезка, и насколько это будет сложно? Да, сейчас сложно об этом загадывать. Мы вышли, Кубок России такой чемпионат, где игры идут на вылет, на вылет. Поэтому к ним тяжело готовиться. Мы будем готовиться к своему чемпионату, да, это новый сезон на КФК, который мы начнем. Но будем иметь в виду, да, что мы будем выступать в Кубке России, и скорее всего это будет где-то ближайшие команды, которые рядом с нами. Но это будет уже, да, профессиональный футбол с профессиональной командой. И я думаю, настраивать даже не надо, будут ребят, потому что выйдут они с горящими глазами показать. И самое главное это будет игра для болельщиков, которые придут поддерживать. для чего еще нужно в городе футбол, чтобы мы вернули болельщиков на стадион. Мы хотим это сделать, и мы ведем, мы в принципе играем для них. Иногда я не понимаю некоторые команды в других городах, что говорят, не говорят об этом. Но вообще каждый футбольный клуб, который создан, он создан для болельщиков. То есть без болельщиков не бывает красивых матчей. То есть при пустых трибунах невозможно играть в красивый футбол, невозможно с азартом играть, с каким-то накалом борьбы, что нравится в футбол, что из чего состоит. Поэтому без болельщиков невозможно провести настоящий потрясающий матч. И для этого нужно понимать, чтобы клубы привлекали болельщиков на футбольные стадионы. Потому что в России очень мало команд, где собираются и поддерживают команды. В основном это пустые трибуны. И это очень плохо. Печально. Богдан, с кем бы хотел сыграть в Кубке России? Я думаю непринципиально. Скорее всего это будут ближайшие к нам соперники Новосибирск, Барнаул, возможно Динамо, возможно Омск. Непринципиально еще раз повторюсь. Главное выйти и показать то, на что мы способны. Я думаю, что нам по силам составить конкуренцию командам профессиональным. Дай бог. На этом наше время к большому сожалению подошел к концу. Играйте в футбол и болейте за футбольный клуб Темп.